Первого сентября 1988 года начинался новый учебный год. Тысячи мальчишек и девчонок пошли первый раз в первый класс. В этот же день на проспекте культуры в клинической больнице номер 122 открылось отделение эндоскопической диагностики. С тех пор много воды утекло. Изменилось все. Абсолютно все. Наш город уже давно не называется Ленинградом, а страна не носит аббревиатуру СССР. Тогдашние первоклассники сами обзавелись семьями. Изменилось до неузнаваемости и отделения эндоскопии. Технологии не стоят на месте. Постоянно появляются новые методики, разрабатывается новое оборудование. Самое лучшее попадает на вооружение 122-й клинической больницы. У нас отделение укомплектовано по европейским стандартам. Единственное в Санкт-Петербурге учреждение, которое проводит функции под эндосонографическим контролем. Мы можем не только исследовать просвет желудочно-кишечного тракта, но и заглянуть за его пределы. У нас в больнице есть компьютерная база, которая ведется во всех отделениях, в том числе и в нашем отделении. И когда пациент приходит, если он у нас уже был на исследованиях, всю информацию об этом пациенте мы можем подчеркнуть. Современная эндоскопия играет первостепенную роль в распознавании и лечении ранних стадий многих заболеваний. На отделении эндоскопии 122-й клинической больницы проводится обследование органов пищеварительного тракта и дыхательной системы с использованием новейшего цифрового видеоэндоскопического оборудования. При исследовании, недоступной для обычного УЗИ стенки пищеварительного тракта, а также органов, прилежащих к ней, применяется уникальная методика эндо-УЗИ, когда эндоскоп сочетает в себе и оптический прибор, и ультразвуковой датчик. Еще одна из последних разработок в области медицинских технологий – капсульная эндоскопия. Сложности диагностики заболеваний тонкой кишки до недавнего времени были обусловлены несовершенством методов. Так, при помощи эндоскопических традиционных методов невозможно заглянуть и осмотреть весь отдел тонкой кишки. С внедрением в клиническую практику видеокапсулы проблему удалось разрешить. Капсула проглатывается пациентом и транзитом проходит через весь желудочно-кишечный тракт. Во время движения по кишечнику видеокамера захватывает изображение с частотой 2 кадра в секунду. Видеосигнал передается на записывающее устройство посредством антенны, которые фиксируются на теле пациента. Исследование длится в среднем 8-10 часов. Прибор для контроля движения капсулы по тонкой кишке остается у доктора. И врач осуществляет контроль продвижения капсулы каждые 2 часа. По завершении с помощью специальной программы просматривает полученное изображение и анализирует состояние тонкой кишки пациента. Любая процедура исследования может быть записана на внешние цифровые носители и передана пациенту. При онкологических заболеваниях значение современной диагностики невозможно переоценить. Преимуществом использования высокоточного видеоэндоскопического оборудования является возможность выявить опухолевые образования размером от 1 мм. Эти образования могут быть удалены также эндоскопически, без серьёзных хирургических вмешательств. Такие малоинвазивные операции позволяют значительно сократить срок госпитализации и период реабилитации по сравнению с традиционными операциями. Бактерии, вирусы, которые есть внутри каждого человека, они индивидуальны. Поэтому мы очень ответственно относимся к обработке инструментов и аппаратов. У нас стоят моющие машины, которые исключают человеческий фактор при обработке. В плане инфекционных заболеваний, аллергических реакций, сами исследования, сама обработка, она безопасна. 2013 год для отделения эндоскопической диагностики юбилейный. Четверть века со дня рождения. 25 лет назад и методики эндоскопии, и технологии, и оборудование были совсем другими. Но кое-что осталось неизменным. Высокий уровень профессионализма специалистов 122-й клинической больницы. Те методы, которые мы используем в обучении, они в чём-то даже уникальны. У нас очень большое количество контактов с другими лечебными учреждениями в городе, в стране, в Европе, в Азии в том числе. Наша клиника входит в ассоциацию американских госпиталей, да, уже говорит о многом. Сегодня, помимо знаний, они вооружены ещё и самым современным оборудованием. Эндоскопическое отделение по праву пользуется доверием петербуржцев, стоя на страже их жизни и здоровья. Лучшие специалисты и самые передовые методики к вашим услугам. Продолжение следует...